Трехлетний Дима рассекает по двору на игрушечной машине только под пристальным контролем мамы. Играть на детской площадке во дворе дома по улице Революционная, говорит женщина, опасно. По рассказам жителей на каруселях, качелях и горке дети не раз получали травмы. Юлия Савельева и другие мамы устали ждать помощи от управляющей компании и обратились в Общероссийский народный фронт. Я хочу, конечно, переделать эту площадку, сделать для детей, чтобы дети могли здесь играть, выходя из дома, также резвиться. Если это не получится, тогда просто это все убрать, срубить, чтобы дети не получали травмы на этих площадках. Это невозможно. Какая горка? 90 градусов. Это разве можно с такой горки кататься? Здесь можно убить. Здесь уже и ноги дети ломали. И все, что угодно. Площадка отвратительная. Качели на цепях. Это что за качели? Это же ужас какой-то они качели. Детскую площадку на Революционной решено взять на контроль. Внимание требует и двор на улице Гагарина. На зеленой полянке деревянный стол и старые футбольные ворота. Территория неблагоустроена. Привести ее в порядок жители хотят по программе «Комфортная городская среда». С таким покрытием, какое есть на площадке, можем просто переломать ноги. Наша территория не освещается. То есть, вот столбы, они вот со времен еще СССР стоят, перекошенные. Дорога у нас тоже разбитая, она выбоина. Торчащие колодцы, парковки у нас нету для машин. Программа по благоустройству городской среды проходит по всей стране и рассчитана до 2022 года. В Самаре на ее реализацию из федерального бюджета направят почти миллиард рублей. Чтобы двор преобразился с инициативой, должны выйти жители. Обязательно провести общественное слушание. Что должно появиться во дворе, детская площадка, лавочки, беседки необходимо решить с учетом всех пожеланий. Очень важно, чтобы это проходило не формально на бумаге, а действительно проводились общие собрания собственников. Жители должны обязательно сформулировать свой проект на бумаге, нарисовать его и четко описать те формы, малые архитектурные формы, формы спортивных сооружений, детской площадки, которые они планируют для размещения на данной территории. Составить смету жителям помогут сотрудники районных администраций. Все документы нужно будет потом передать в администрацию города или муниципалитетов. Контролировать реализацию проекта по благоустройству городской среды на всех этапах будет Общероссийский народный фронт. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События.